Матлёна, ух какой хороший был у тебя вчера торт. Я его в магазине купил. А точно такой же сама испечёшь? Из чего? У нас ни клютноматной натрия нет, ни Е517, ни Е1452. Поспорили на корабле штурман и старший механик, у кого работа сложнее. Ну решили поменяться, а кто первый придёт, у другого совета просить. Тот и проиграл. Сидит штурман в машине, всё нормально. Когда через несколько дней начал греться подшипник, что ему только не делали, ничего не помогает. Когда уже вот-вот заклинит, делать нечего, пошёл штурман сдаваться. Приходит в штурманскую рубку, так и так, твоя взяла, подшипник греется, а ничего сделать не могу. Сами что-то чертить на карте и задумчиво так. Как же ж ему не греться? Третий день по пустыне идём. Приходит мужик в аптеку и спрашивает, а скажите пожалуйста, что у вас есть от горла? Аптекарша перечисляет, мужик записывает. Потом спрашивает, а скажите пожалуйста, что у вас есть от боли в ухе? Аптекарша тут аптекарша не удерживает. А не проще ли вы обратиться к лору? А тот говорит, не проще, я сам лорд. У блондинки вилят на самолёт на эконом-класс, но у нас сел на места, где бизнес-класс. Подходит к нему пилот и говорит, садитесь на своё место, а то ни в какую. Другой пилот говорит, я ему сейчас помогу, у меня жена тоже блондинка. Подходит к ней и говорит, что это на ушко. Блондинка тут же встаёт и идёт на своё место. Все удивленно спрашивают, а что ты ей сказал? Что ты ей сказал? Я ей сказал, что бизнес-класс не летит в Пекин. Подписываемся.